Я думаю, что, конечно, стоит идти дальше и включать в состав Евразийского Союза новые государства. Поскольку чем больше рынок, тем более высокотехнологичное производство возможно на этом рынке. Несравненный плюс Евразийского Союза в том, что это содружество, опять же, как СНГ, практически, содружество независимых государств. То есть там независимые государства объединились для того, чтобы создать экономическое единство, чтобы помогать своим экономикам внутри себя. Однако объединять какие-то военные свои силы, свою какую-то политическую волю, это довольно-таки сложно, проблематично и всегда будет один какой-то лидер. Мы как бы делаем вид больше, что вот эта евразийская интеграция развивается. С точки зрения объединения культуры и так далее, это опасная тенденция, потому что Россия, даже вне своих союзников по Евразес, это огромное такое многонациональное мультикультурное государство. И мы даже со своими какими-то частями эпоса не всегда справляемся, не всегда их перевариваем, не всегда их показываем. Не закончено даже формирование таможенного союза. Наш таможенный союз не является в полной мере таможенным союзом, а скорее больше похож на зону свободной торговли. Поскольку у нее нет единого тарифа по отношению к третьим странам. Только есть общая таможенная политика, так вот сказано. Давайте еще в этот коктейль замешаем Белоруссию и Казахстан. Никто не знает, какой бой на силу получится напиток. Это может быть такая неконтролируемая открытая шипучка. Забирание русского мира – это передел границ, прежде всего с теми, кто вокруг нас, потенциальный. Им это очень не нравится. Продолжение следует...